Ну да, что называется, лучше эндемический, чем пандемический. Повторяя известный мем, значит, ну вот, никогда такого не было и опять началось. Значит, сыпется сведения о том, что там-сям, значит, где сняли карантин, тут же его ввели, где объявили коронавирус побежденным, значит, сложили снова оружие и не знают, что делать. Вот, снова вернусь к тому, что я одобряю действия правительств Швеции и Беларуси, которые не вводили жесткого карантина, и кто бы что ни говорил, на каком-то этапе, мол, они там допустили заболеваемость и смертность, не спасли людей, которых потенциально могли спасти. Это все разговоры за пределами здравого смысла и логики, если ими научиться пользоваться. Итак, значит, поскольку эпидемия длится по определенным законам, еще не до конца понятым, отношение ковида-19, но в целом эти законы известны. Так вот, если сразу просто ограничить количество контактов, то понятное дело, что сидя дома, так сказать, на полном обеспечении и так далее, и так далее, можно продержать людей хоть неделю, хоть месяц, хоть год, зависит от богатства страны, но они же все равно выйдут. А когда выйдут, выяснится, что карантинные меры ослабили людей, потому что люди сидя дома и скучая, сидя дома и грустя, унывая, боясь, не зная, чем заняться, ругаясь с ближними, там, скажем, устраивая самим себе экзекуции, вспоминая все пережитое, недоделанное и плохо сделанное, выйдут и получат такую порцию, какую получили бы на первом этапе, но если там, как говорится, было 100 вирусов, а изнутри 90 иммунитетных моментов, ну, условно говорю, да, значит, то выйдя после карантина, чем более длительного, тем меньшее количество иммунных антиэлементов они предоставят. Самое смешное в этой истории, что, по сути дела, сейчас многие страны, которые поначалу вводили карантин, так сказать, по китайско-германскому, там, британскому, бразильскому пути, значит, все равно пойдут по пути Швеции и Беларуси, деваться некуда, все равно придется делать вид, что опасности нет или что она есть, но деваться некуда, все равно придется работать, все равно придется спасать экономику, потому что последствия для экономики могут оказаться таковыми, что те, кто не умрет от коронавируса, те умрут раньше срока, потому что истощатся, так сказать, истомятся, потеряют статус, работу, ну, все, что вот держало их на плаву, все, что делало их, так сказать, пригодными для долгой жизни. Вот, для кого-то причиной ранней смерти, ну, если не мгновенной, то, как я сказал, сократится общее количество лет жизни, и бедность, и недоедание, и получение продуктов не того сорта, и отсутствие возможности нормально отдохнуть, как они привыкли. Так что, вот такая вот история, значит, а если кому-то кажется, что не может быть, значит, супердемократическая шведская система, значит, вот это вот сочетание социал-демократии с христианскими добродетелями, и вдруг какая-то Беларусь недоделанная, значит, с там, несменяемым лидером, с народом рабски покорным, значит, с недобитым социализмом, надо смотреть глубже. Во-первых, белорусы как этнос, с трудом отделимый, так скажем, от других этносов, формировавшихся по соседству, там, тех же поляков или русских населяющих район Новгорода, Пскова и Изборска, то есть это те же кривичи, значит, с теми же, так сказать, антропологическими и психологическими данными. Вот, еще вспомним, что формирование этого этноса повлияли, значит, и готы, прошедшие по югу Белоруссии, о чем остались свидетельства археологические в названиях городов и местностей, тельты, значит, ну, загадочные балты. Вот, если сравнить вот по этим параметрам, то в белорусах можно увидеть, как и в шведах. Во-первых, лояльность. Это не то же самое, что рабская покорность народов Востока, привычка слушаться начальству. Это уважение закона. Далее, значит, это определенное дистанцирование и сдержанность, которые, значит, присущи этой культуре. Это определенное взаимоуважение, признание, значит, интересов других. Это, в конце концов, отношение белорусов к ценности жизни и к ценностям своей страны. Поэтому, значит, кто не пошел по этому шведско-белорусскому пути, тот по нему пойдет, и дальше вопрос, обладает ли их население, так сказать, вот этими антропологическо-психологическими чертами, таким же отношением, так сказать, к закону, и от этого, так сказать, только процент выиграет. Продолжение следует...